Мы продолжаем наш информационный вечер и говорим о тарифах. С 1 сентября в Украине действуют новые тарифы на электроэнергию. Это очередное повышение тарифов. И далеко не последнее, 1 марта 2017 года нас ожидает следующее повышение тарифов на электроэнергию. Перед тем, как мы представим нашего первого гостя, предлагаю посмотреть информационный материал на тему того, как повышались тарифы за последнее время. Давайте посмотрим. Первый рост цен произошел в марте. Тарифы повысились на электроэнергию. С 1 марта 2016 года за 1 кВт украинцы стали платить 57 копеек при потреблении до 100 кВт в час и 99 при потреблении свыше этой нормы. С 1 сентября тарифы снова выросли. Теперь за такое же потребление придется платить 71 копейку и гривну 29 соответственно. С 1 мая почти в два раза подорожало и голубое топливо. Цена на газ для населения выросла на 91%. Кабинет министров установил единую для всех потребителей цену на уровне 6 879 гривен за 1000 метров кубических. Вслед за газом с 1 июля подпрыгнули почти вдвое цены на отопление и составили 1 043 гривны за 1 гигакалорию. По итогам увеличения тарифов за горячую воду одесситам пришлось платить 77 гривен и 18 копеек за кубический метр. При наличии полотенцесушителя в ванной комнате. Если его нет, тариф за куб чуть ниже – 71 гривна и 37 копеек. Ранее тариф составлял 36 гривен и 54 копейки. Новые тарифы и новый год в студии. Михаил Борисов, экономист. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот на ваш взгляд, давайте общий вопрос задам вам. Они все-таки обоснованы, эти тарифы, как вы считаете, как экономист? Ну, разумеется, нет. Мы за два года, практически уже полтора года действия этих тарифов, а эти тарифы были введены в действие постановления Национальной комиссии по регулированию энергетикой и коммунальных услуг от 26 февраля 2015 года. Никакого обоснования нет. Более того, этим постановлением были введены тарифы на 2015, 2016 и по 2017 год исключительно. Но я считаю, что это просто должностное совершено преступление. Ведь у нас что, пятилетнее планирование долгосрочное, известно наперед, на годы вперед, какая у нас будет инфляция, какой у нас будет ВВП, какие будут цены на энергосетики, внутренние и внешние. То есть это совершено преступление. Национальная комиссия совершила преступление. Против народа своего. Естественно. Как вам кажется, какое количество людей сейчас пойдет за субсидиями? И боятся ли люди сейчас этих субсидий? К субсидиям у людей отношение не назначено, но вопрос другой, что субсидии – это двойной грабеж населения. Ведь субсидии выплачиваются из бюджета. Бюджет – это наши налоги. Как говорила Маргарет Тэщер, в бюджете нет государственных денег, в бюджете есть деньги налогоплательщиков. То есть нам предлагают нашими деньгами, которые у нас уже отобрали в виде налогов, заплатить тем олигархам, которые владеют областными энерго, горгазами и так далее. Что это такое? Мы же понимаем, что в данном случае отталкиваемся от стоимости топлива. Но в данном случае угля. Вот на 80% повышения тарифа зависит от того. Они два года назад отталкивались от стоимости угля. Они знали, какой будет стоимость угля в 2016-2017 году. Вот они же там тарифы условлены этим постановлением, но до 2017 года включительно. Они же знали, какая будет стоимость угля. Что уголь будет поставляться из ЛНР, ДНР без налогов под видом южноафриканского или голландского угля. Опять же вопрос в том, кто на этом заработает. Вопрос в том, кто на этом заработает. Это экономическая заставляющая. Владельцы частной компании, которые сбывают услуги населения. У вас монополия, на самом деле, это Ренат Ахметов, это не тайна. Нет, уголь, да. Шахты там принадлежат Ахметову, да. Но, извините, цена на Ахметовских шахтах не такая, как на шахтах Южной Африки или где-то в Голландии. Или где-то еще у нас по официальным документам закупается уголь. То есть он оттуда идет из ЛНР, ДНР без всяких налогов, без всяких акций, без ничего, без всяких пошлин. Ну, в общем, ваш вердикт – это обман и преступление против народа. Совершенно верно. И надо четко сказать, кто за это ответственен. Национальная комиссия по регулированию энергетико-коммунальных услуг создана указом президента Петра Алексеевича Порошенко. И она не подосчетна Кабинету министров. Она может отсчитываться только перед Верховной Радой. То есть она подчиняется лично Петру Алексеевичу. И глава национальной комиссии, которую он назначил Петра Алексеевич, он у него раньше в фирме «Рошен» отвечал за сбыт шоколадок в Российской Федерации. То есть после сбыта шоколадок он получил пост главы национальной комиссии по регулированию энергетико-коммунальных услуг. Но речь ведь не только о том, что сейчас очень высокий тариф. Речь о том, что раньше он был экономически необоснован, слишком низкий. А чем он обоснован сегодня? Вы видели какое-то обоснование? Ведь что национальная комиссия по регулированию энергетико-коммунальных услуг представила обоснование. Министерство экономического развития и торговли представило обоснование. Обоснований нет поседей никаких. Еще раз повторяю, что на три года вперед устанавливают тарифы. Каким образом это возможно? В условиях рыночной экономики. Это невозможно. Это условия планового хозяйства. Тогда получается, что Национальная комиссия запланировала падение экономики, рост цен и инфляцию, опережая правительство. К нам присоединился экономист Александр Ахрименко у нас на телефонной связи. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорим о поднятии тарифов на свет и в общем. Говорим о том, что они необоснованно подняты. И, собственно, это не первый случай, когда об этом говорят. Хотим услышать ваше мнение. Ну, я считаю, что в условиях монопольного рынка, у нас тарифы, что это монопольные, все-таки желательно, чтобы мы действительно в своих установлении учитывали общие доходы на снижение. Плюс ко всему, монополисты не могут быть непрозрачными, как это у нас получается. Ну, должны быть, если уже не такие тарифы. Пожалуйста, покажите расшифровку ваших всех расходов. Ну, интересно посмотреть, какие деньги вы покупали Беркл. Ну, и тогда было бы это тоже логично. Ну, есть возможность у них, правда, желания нет. Я говорю о декламировании. Ну, я бы еще добавил маленькую, позвольте, ремарочку добавлю. Смотрите, если мы говорим, мы хотим сделать тарифы, как Европы, нет проблем. Да давайте качество, как Европы. У нас получается тарифы, как Европы, а качество, как вас, здесь так же не бывает. Хочу представить вам, Александр, хочу представить вам вашего коллегу. Михаил Борисов, экономист, также разделяет ваше мнение у нас в студии. Вера, вы что-то сейчас хотели сказать? Да, я хотел добавить, что если мы поднимаем тарифы до какого-то европейского уровня, опять же, европейский уровень, и до Польши, и до Польши... Нет, вы видели требования МВФ? Нам рассказывают, что требования МВФ, и МВФ такие требования не ставили. Это ложь, это Европы. Александр, это ложь, требования МВФ, поднятие тарифов? Однозначная ложь. Смотрите, если кому-то очень интересно, очень смотрите. Это интересно. На сайте Международного валютного фонда, в открытой информации есть меморандум МВФ, там все прописано, там есть четкие цели, которые, ну, написано, бэкмайкер, то есть что-то Украина должна сделать, четко перечислено. Есть этот текст на украинском языке, на сайте Министерства экономики. Он немножко запрятан, но проживание найти можно. Там есть даже полслова о поднятии, там есть свое требование, объясняет. Создать рынок газа, ликвидировать монополиста нахноста газ. Что слышите? Причем, обращаю внимание, ликвидировать монополиста по заданию МВФ должно быть 1 октября 2015 года. Вот это как раз не сделали. А тарифы подняли, на счет того, что есть тарифы, там даже полслова нет. Председатель МВФ на Украине Жирома МВШ ранее выражала беспокойность с замедленным сотрудничеством Украины и МВФ, в частности, вопроса повышения тарифов для населения. Не следует для этого... Это явно она все спутала. То есть еще, смотря, в тексте меморандума нет такого повышения тарифов. Там есть требование создать рынок. И создать рыночные услуги, это две большие разницы. Тарифы, которые участвуют, не приказывают. Это, грубо говоря, такая придумка наших министров, чтобы не сказать, что это их идея. Понимаете? Ну, кроме того, Владимир Гройсман говорит о том, что он будет собираться с представителями МВФ для того, чтобы обсуждать возможности неповышения тарифов. То есть вот по такому... Борис Гройсман уже умудрился поднять тарифы выше, чем в Европе. Прокажите. Я немножко не понимаю, у нас кто премьер-министр? Ройсман и у нас премьер-министр третий чиновник по последним заместительным МВФ. Ну, тогда давайте вообще сменим власть. Это дипломатия, возможно, нет? Нет, ну это какая-то марионетка. Ну, представьте, вот представьте на минуточку. На минуточку представьте. Чтоб, ну, я не знаю, ну, кинет пример, коровый пример. Дехануров. Можете представить, чтобы Дехануров сказал, извините, если вы позвоните МВФ, и я сюда узнаю, может, я не винить, но теперь нельзя. Что это за предобрательство? Хорошо, давайте представим, Александр, такую ситуацию, когда в стране параллельно с повышением тарифов повышают и заработную плату. Тогда... А как это все представляете? Ну, давайте представим. Понятное дело, что этого, к сожалению, не происходит. Нет, ну, смотрите, на сегодняшний момент теоретически, теоретически, надо было тарифы, если мы собираемся посвятить, мы должны их, ну, как бы, соизмерить и средний зарос на плате в Украине. Тогда это логично. Но если у нас в Украине соединяет 200 долларов средний зарос на плате, то какие европейские тарифы могут быть речь? То есть, или мы делаем зарплату, как европейская, хотя бы 2000 долларов, тогда поделился тариф. Что, на ваш взгляд, собственно, невозможно сейчас? Да? На ваш взгляд, невозможно обеспечить среднюю зарплату в 2000 долларов украинцу сейчас или в ближайшем будущем? Ну, в ближайшем будущем нет, к сожалению. Вы сами понимаете, что зарплата не может расти, там, ну, каждый день, там, или каждый месяц. Скажите, Украина заинтересована в получении какого-то кредита от МВФ? Или все-таки отдельные лица, которые курируют вопросы? Ну, я бы сказал, что отдельные лица заинтересованы развалить экономику Украины в ближайстве. Потому что, еще раз повторяю, кредит МВФ и даром Украине не нужен. Мы уже год живем без кредит МВФ. Александр, возвращаемся к тарифам. К тарифам кредита нет. Вот вы лично заметили? Возвольность кредита. Кто-нибудь вас заметил это хоть раз? Александр, есть проблема. Высокий тариф. Есть проблема. Высокий тариф и маленькая, действительно, маленькая, мизерная даже заработная плата. То есть, ну, не посильная ноша, на самом деле, для украинца. Есть такой выход, который нам предлагает государство? Это субсидии. Вариант? Ну, смотрите. На сегодняшний момент на сайте Госстата четко написано. Долг по субсидиям 24 миллиарда. Не гривен, миллиарда. Я так понимаю, ни сто эти деньги погашать не собираются. Это уже дырка в бюджете. То есть, про которую никто не говорит. Ну, так как это хитроуловка, это не считается дефицитного бюджета, вы понимаете? Это считается временный разрыв. Я так понимаю, эти 25 миллиардов превратится в 100 миллиардов. И после этого будут большие дискуссии по поводу того, что же нам делать. Субсидии полностью провалили. Мало того, это тоже не тайно, что получился абсурд. Человек, который работает в синевой экономике, субсидии получает. А человек, который даже госпслужащий, который официально получает зарплату, субсидии ему не положено. Абсурдно ситуацию полностью. Скажите, на ваш взгляд, люди перестанут платить? И будут ли такие, так называемые, две категории? Одни платят, не платят, потому что не могут, а другие не платят, потому что не хотят? Ну, я думаю, все и другие. Понимаете, сейчас задолженность уже за 12 миллиардов, ну, по тарифам ЗКХ, но это еще постарое. Я так понимаю, что оно будет еще больше. То есть, я так понимаю, что в конечном итоге у нас будет долги по субсидиям, 25 миллиардов, может, даже больше. Долги по церковь ЗКХ. И после этого будем принимать законы, постановления, реформы. Экономически, на ваш взгляд, чему это приведет, собственно? Техновременным катастрофам. Понимаете, смотрите, что сейчас произошло. В отделе 24 миллиарда, это значит деньги не пришли, и теплокоммуноэнерго. Соответственно, ой, не закупили, газ не закупили. Да, все надеются, что авральном порядке под долг, дадут, спасут так дальше. Если что-то не сработает, может так случиться, что будут города замерзли. Просто. Просто мы можем добавить это того, если на реформу, что после этого аврального порядка будем все отменять, возвращаться к старым тарифам и кричать все мы, и закупать буржуичи. Понимаете? То есть все надеются на теплую зиму. Не дай, боже, что зима будет холодная. Ой, нас в прошлом году тоже пугали холодной зимой, ничего как-то сложилось, случилось. Давайте вернемся все же к субсидиям. Вот на ваш взгляд и ваш вердикт в бюджете не хватит денег на субсидии. Или все-таки хватит? Не хватит этого. Тогда нам параллельно обещают монетизировать субсидии для 9 миллионов семей. Это реально? Не, ну вот если бы это сделать, но вообще-то 10 миллионов – это очень много. Чтобы правильно помнили, у нас всего 14 миллионов семей. 10 миллионов – это уже слишком много. Вообще субсидии монетализировать здесь хорошие. Я думаю, если это сделать, окажется, что субсидии будут получать только от силы даже меньше 1 миллиона семей. Но понимаете, в чем тут беда? Воровать в бюджет неудобно через монетаризацию. Это же неприятно так. Зачем же министр работать и не иметь возможности украть денег в бюджет? Хорошо, спасибо вам большое. Александр Ахрименко был у нас на телефонной связи. Экономист, возвращаемся в студию к коллеге. Михаил, на ваш взгляд, как это монетизировать? Это все-таки положительно? Каким языком телезрителям мы объясним, что это значит? Что это за мера и эффективна ли она? Ну, предполагается, что люди будут получать деньги на руки, потом, так сказать, оплачивать коммунальные услуги. Но я уже сказал, что идея субсидий порочна сама по себе, потому что деньги из бюджета... Там не совсем деньги, это разница, насколько я понимаю. Подождите, ну в любом случае, откуда берутся субсидии? Они же не берутся из частного сега, они берутся из бюджета. То есть это наши налоги, то есть деньги налогоплательщиков Украины. И попадают они, прежде всего, тем категориям, которые числятся без работы и так далее, и так далее, потому что я как работающий человек, я живу один в однокомнатной квартире, я не могу получить субсидии, потому что, говорят, у меня у вас слишком высокая зарплата. А постановление, возвращаясь к 222-му постановлению о тарифах на электроэнергию 2015 года, там предусмотрено, скажем, оно идет вразрез с постановлениями 49-м Кабинета Министров о социальных стандартах. Например, социальные стандарты, установленные на постановлении Кабинета Министров 150 кВт в месяц на квартиру в доме с электроплитами. А Национальная комиссия по регулированию энергетики установлена не 150, а 100 кВт. И когда я в начале года через горячую линию Кабина обратился, они дали запрос, мне прислали совершенно издевательский ответ. А какое отношение имеет нам постановление Кабинета Министров? Оно уже о социальных стандартах, а не о лимитах. Поэтому к нам это постановление не имеет никакого отношения. То есть они плюют Национальная комиссия Петра Великой Алексеевича Порошенко. И все. Вот в чем дело. Мы пытаемся как-то узнать, сильно они в нас плюнули или чуть-чуть только в рыськи попали. Ну и все-таки, если обратиться втрое больше сейчас, как предполагают субсидиантов, насколько сложно будет вынести бюджет это? Ну так вот, как сказала Алексей Кременко, в бюджете уже очень немаленькая дыра. Еще, то есть, будет она чуть больше, чуть меньше, брать деньги неоткуда. Потому что те компании, сбывающие, кстати говоря, эти деньги не получат электростанции, эти деньги не получат шахты, эти деньги осядут разницы в карманах олигархов, мультимиллионеров, миллиардеров, владеющими областными энергетами, углы газами и так далее. Михаил, вы поддерживаете курс государства на реформы? А он у нас есть? У нас есть только болтовня, извините, у нас курса нет на реформы. Какие реформы нужно? Нет, вы поддерживаете курс государства на реформы? Ну давайте в теории, это уже другой вопрос есть. Нет, реформы нужны, но у нас нет курса на реформы. Реформы нужны все-таки. Реформы, безусловно, системные. Системные нужны. У нас не пройдут реформы в отдельном секторе, как у нас попробовали сделать реформу с патрульной полицией. А что у нас изменилась вся система МВД, она не изменилась. Это все равно, что пустить по встречному полосе на секторе велосипеда. Я просто к тому говорю, что реформы это довольно болезненные процессы в данном контексте. Так они у нас 25 лет. Мы все переносим эту боль. Если в Польше шоковая терапия прошла за полгода, то у нас она продолжается 25 лет шоковая терапия. Какой организм это выдержит? Уже привыкли к этому состоянию? Вы имеете в виду? Уже привыкли к этому состоянию? Ну да, то есть мы уже в каком-то пребывальном состоянии. Что делать? Что делать? Ну, как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Идея оформлять субсидии? Нет, боже упаси, ни в коем случае. Ставить буржуйки? Вы призываете сейчас население не оформлять субсидии? Подождите, это важный момент. Объединяться профсоюзы, защищать свои экономические, прежде всего, и гражданские права. Выгонять правительство, распускать парламент. Иначе другого варианта не будет. Эти люди, которые находятся сегодня в власти, это люди проводят эти народную политику. Хотела бы все же понимать, вы призываете людей, одесситов в частности, не оформлять субсидии. Я сейчас про субсидии говорю. Понимаете, оформлять, не оформлять, дело такое, оформят далеко не все, потому что... Подождите, может быть, оформят далеко не все, но призыв не делать этого, вы подтверждаете? Призыв — это личное дело каждого. Оформлять или не оформлять субсидии. То есть, то можно, пусть оформить. Но, опять же, это деньги из бюджета. То есть, это воровство, это самообман. Это самообман. Хорошо, мы выслушаем другую полярную позицию. Вероятно, полярную. Предлагаем вам смотреть эфир далее. Михаил Борисов, экономист, был у нас в студии. Продолжим говорить о субсидиях. И есть ли шанс получить субсидии у одесситов уже через две минуты. С новым гостем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова